Добро пожаловать на Библейскую субботнюю школу Центра Духовного Просвещения. В этом квартале мы продолжаем изучать тему, как толковать Писание, как толковать Библию. Сегодня урок номер 10, который называется «Библия как история». Когда мы говорим о соотношении Библии и истории, для того, чтобы эту тему разобрать более или менее полно, необходимо рассмотреть хотя бы четыре измерения этого вопроса. Во-первых, Библия содержит историю, Библия сама является исторической книгой, в ней масса исторических данных. Во-вторых, Библия объясняет историю, она вскрывает глубинные механизмы, которые движут исторический процесс, раскрывая духовные причины, которые часто являются сутью происходящего. Библия дает философию истории, указывает ее цель. В-третьих, Священное Писание предсказывает историю. Через столько-то времени произойдет то-то с участием таких-то людей, и в итоге будет то-то и то-то. Библия содержит предсказания об истории. И, наконец, Библия формировала, формирует и продолжает формировать историю нашей земли, влияя на нее. Принимаемые людьми решения, когда эти люди просвещены истинами Слова Божия, формируют историю совершенно не так, как было бы, если бы они исходили из языческих понятий и представлений. В сегодняшнем уроке мы сможем рассмотреть главным образом два вопроса из обозначенных четырех. Во-первых, Библия содержит историю, этому будет посвящена большая часть времени. Во-вторых, Библия формирует историю, влияет на исторический процесс. Посмотрим для начала на эпоху созидания монархии в Царстве Израиля в народе Божьем. Я приглашаю посмотреть на вторую книгу Царств, третью главу, первый стих. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал». У нас есть фраза «дом Саула» и «дом Давида». Что это такое? Речь идет о междоусобице. Речь идет о том, когда между двумя правителями, один был потомком Саула, первого царя Израиля, другой был Давид, которого Господь помазал на царство, между ними двумя, их окружением, двумя царскими палатами, если угодно, двумя монархическими аппаратами и их последователями, и сторонниками шла война, шло противостояние. То есть термин «дом Саула» или «дом Давида» описывает именно государственный аппарат и его сторонников. Говорится именно о царстве, о царе и его окружении. Зная это, мы можем теперь посмотреть на то, как вот эта фраза «дом Давидов» используется в Священном Писании. Встречается она довольно часто в библейском повествовании. Посмотрим, например, на книгу пророка Иеремии, 21 главу, стихи 11 и 12. «И дому царя Иудейского скажи, слушайте слово Господне. Дом Давидов, так говорит Господь, с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит». Пророк здесь обращается с вестью от Бога, и здесь используется, во-первых, фраза «дом царя Иудейского» в 11 стихе, а в 12 стихе используется фраза «дом Давидов», то есть со времени Давида прошли уже годы, прошло несколько сотен лет, но понятие «дом Давидов» сохраняется. И эта фраза, этот термин означает «династия Давида», то есть цари-потомки Давида. Согласно словарю галлицизмов русского языка, династия – это несколько монархов одного и того же рода, последовательно сменяющие друг друга по праву наследования. То есть, когда мы встречаем фразу «дом Давида», она тождественна фразе «дом царя Иудейского». Речь идет о династии. И вот появляется вопрос, есть ли помимо Библии какие-то исторические свидетельства, какие-то документальные подтверждения, которые могли бы в действительности подтвердить, что такое понятие, как «дом Давида», «династия царя Давида» в истории на самом деле существовало. В свое время в Израиле в 1993 году было сделано важное археологическое исследование. Я цитирую по словарю «Была найдена стела Тель-Дана» – археологический объект, найденный на севере Израиля в 1993 году экспедиции Авраама Бирана. Давайте посмотрим на этот слайд, где изображена стела, фрагмент стелы. Представляет собой три фрагмента некогда единой каменной базальтовой плиты, на которую была нанесена надпись на арамейском языке. Стела датируется IX-VIII веками до н.э. Это период Северного Израильского царства. И сообщает о победе одного из царей Арама, возможно, Азаила, над израильтянами. Для нас интерес эта стела представляет прежде всего по той причине, что она содержит упоминания о доме Давида на арамейском «бейт Давид». Это подтверждает библейское повествование о наличии династии, которая называлась «дом Давидов». И этот текст принадлежит не представителям Израиля, а соседнего государства. У археологов теперь в руках находится точнейшая, достовернейшая информация о том, что династия Давида в действительности существовала. Сегодня эти фрагменты содержатся в Израильском музее, и любой желающий может на них посмотреть. Посмотрим на еще один отрывок из Священного Писания и сверим его с историей. Это книга пророка Исаии, 36 глава, стихи 1 и 2. Исаии, 36 глава, стихи 1 и 2. «И было в 14-й год царя Езекии, пошел Синахирим, царь Исирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царя Исирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рапсака с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. В этом отрывке масса исторических маркеров, много исторических данных. Есть названия государств – Ассирия и Иудея. Есть имена их царей – Синахирим и Езекия. Указаны города – Лахис и Иерусалим. И рассказывается о том, что царь Исирийский завоевал все укрепленные города, включая Лахис, и оттуда направился к Иерусалиму. Подтверждается ли эта информация археологическими данными? Давайте посмотрим снова на экран и посмотрим на информацию, которая известна археологам еще с 1830 года. Тогда, в этом году, Тейлор нашел то, что называется «Целин призма Синахирима». «Призма Синахириба» – имя этого царя ассирийского в разных источниках несколько по-разному озвучивается. Но речь идет по-прежнему о той же самой личности. Так вот, на этой призме рассказывается следующее. Вновь цитирую по энциклопедии. Текст на шести сторонах призмы повествует о походах Синахириба, в частности, о походе на Иудею и соседние царства. Анналы Синахириба являются вне библейским подтверждением рассказов Священного Писания об осаде Иерусалима во время царя Иудеи Езекии. Эта призма датируется VII веком до н.э. и сегодня находится в Британском музее. Помимо этой призмы были найдены и некоторые иные, точно такого же содержания, и одна из них находится сегодня в музее в Израиле. Это вновь вне библейское подтверждение, во-первых, того факта, что существовали такие цари, что были именно такие события, и что это полностью соответствует библейскому повествованию. Давайте глянем на следующий слайд. То, что вы видите на экране, это фрагмент барельефа, обнаруженного в Ниневии, во дворце царя Синахирима, который археологи также раскопали. И вот здесь, на этом фрагменте, изображены последствия завоевания Лохиша. Там, на этом барельефе, есть и непосредственно иллюстрация самого процесса завоевания. Но вот здесь описано и продемонстрировано, как царь уводит пленных иудеев. И самое, пожалуй, интересное заключается в том, что нет на всем этом барельефе, довольно подробно изображающем этот поход царя Синахирима, нет описания завоевания Иерусалима. Самое лучшее, что он мог записать в аналог своих, это то, что я запер езекию в городе, в Иерусалиме, как птичку в клетке. Но библейское повествование рассказывает, что армия ассирийская, огромная армия, была поражена Господом. И это завоевание Иерусалима так и не состоялось. Таким образом, мы сейчас показали еще две археологических находки, которые совершенно точно подтверждают библейское повествование. Посмотрим на еще одну эпоху. Это эпоха завоевания Иерусалима Вавилоном. Речь идет в первую очередь об отрывке из книги пророка Иеремии, 39 главе. Прочитаем там первые три стиха. «В девятый год Сидекии царя Иудейского, в десятый месяц, пришел Навуходоносор царь Вавилонский со всем войском своим к Иерусалиму и обложили его. А в одиннадцатый год Сидекии, в четвертый месяц, в девятый день месяца, город был взят. И вошли в него все князья царя Вавилонского и расположились в средних воротах Нергал-Шарацер, Самгар-Нево, Сар-Сехим, начальник Евнухов, Нергал-Шарацер, начальник магов и все остальные князья царя Вавилонского». Посмотрим на этот текст пристальнее и зададим вопрос о том, какая историческая информация в нем содержится. Мы находим названия государств Вавилон и Иудея. Даны имена их царей – Навуходоносор и Сидекия. Указан город Иерусалим. Указаны даты. В такой-то год царя Сидекии осада началась, в такой-то год город был взят. Указано само событие. И названы далее имена главных в войске царя Вавилонского. И вновь мы задаем вопрос, есть ли какое-то подтверждение этим данным Библии? Можно ли как-то материалами вне библейского характера подтвердить сказанные в этом отрывке? Давайте посмотрим на следующий слайд. Археология в действительности подтверждает эти данные. Я цитирую из новостного агентства «Лента.ру» от 11 июля 2007 года. Профессор Венского университета Михаэль Юрса обнаружил в собрании клинописных табличек Британского музея древний текст, в котором упоминается персонаж из ветхозаветной книги Иеремии. Посмотрим на слайд снова. Эта табличка довольно маленькая по размеру. Вы видите, она умещается буквально между двумя пальцами. Была обнаружена еще в 1870 году. Приобретена Британским музеем в 1920-м и пролежала там в этих тайниках и в этих хранилищах Британского музея до 2007 года, когда профессор Венского университета Михаэль Юрса, каталогизируя и просматривая, сортируя вот эти таблички, обратил внимание на имя, которое ему было хорошо известно. Эта табличка датируется шестым веком до нашей эры, и она содержит как раз-таки имя Сарсихима, о котором мы прочитали в 39-й главе книги пророка Иеремии в 3-м стихе. Он назван там главой Евнухов, и именно этот титул дан ему в этой табличке. Таким образом, мы узнаем, что в действительности был вот такой вельможа, был такой важный человек в окружении царя Навуходоносора. И что интересно, что эта табличка содержит отчет о крупной сумме, которую он передал царю Навуходоносору. Эта крупная сумма не является описанием того богатства, которое было завоевано во время осады и затем падения Иерусалима, но тематически связано с тем, что Библия описывает, потому что в действительности царь унес много серебра, золота, драгоценностей и так далее с участием и припосредствии как раз вот этого чиновника Сарсихима, который упомянут в Священном Писании. Очень много вопросов задавалось, в частности, в Советском Союзе в отношении личности Иисуса Христа. Был ли он реальной исторической личностью? Или же это вымысел, это миф? Историки советской исторической школы, они постулировали главным образом, что Иисус – это миф, что такого человека в указанное время не существовало. Посмотрим сегодня на несколько исторических документов, которые свидетельствуют об обратном. Для начала прочитаем из Евангелия от Луки, третьей главы, стихи 1, 2 и 21. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, Алисане четвертовластником в Авелинеи, при первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Мы находим здесь снова массу исторических деталей. Ведь можно было бы просто написать, «Был человек по имени Иоанн, человек Божий, и пошло-поехало, потом пришел Иисус, от него крестился» и так далее. Библейский текст, как будто бы провоцируя исследователей и скептиков, дает массу имен, названий географических и так далее. Давайте их перечислим. Какие исторические данные указаны в тексте? Имена римских правителей, их владений, имена иудейских первосвященников. Все это создает возможность нам разместить это повествование в его исторический контекст и задать вопрос, в действительности ли в это время происходили описываемые события. Я хочу вспомнить сейчас из книги Иосифа «Флавия. Иудейские древности», книги 20-й, главу 9-ю, параграф 1-й. Вот что написал еврейский историк. Покажите, пожалуйста, слайд. Он пишет, первосвященник Анания собрал Синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями. Этот отрывок упоминает Иакова, брата Иисуса, называемого Христом. Христос – это греческий перевод термина «машиах», «мессия», «помазанник». Важно, что Иосиф не описывает дальше ничего в этом отрывке. То есть он не уточняет, кто такой Иаков, почему важно, что он об этом упоминает. Он не объясняет, кто такой Иаков. Он не объясняет, кто такой Иисус, называемый Христом. То есть, если бы эти личности не были известны в то время, в той местности, а Иосиф Флавий как раз жил в первом веке нашей эры, то тогда, во-первых, не было бы нужды их упоминать, и, во-вторых, если бы и упомянуты они были, то тогда нужно было бы объяснять, кто они. Личности малоизвестные нуждаются в представлении, личности широкоизвестные в таковых не нуждаются. То есть перед нами вот отрывок, написанный в то время, который упоминает Иисуса, считаемого, называемого Христом. В этой беседе, в этом уроке я намеренно не цитирую другое высказывание Иосифа Флавия, где о Христе написано более подробно, потому что есть скептически настроенные исследователи, которые полагают, что эта фраза была позже добавлена. Так это или нет, сегодня я вопрос не ставлю, но вот процитированный отрывок ни у одного исследователя, ни критически, ни нейтрально настроенного не вызывает сомнения касательно подлинности. И так Иисус, называемый Христом, был в действительности исторической личностью в первом веке новой эры. Еще один документ, который я хотел бы процитировать сегодня, принадлежит римскому историку Корнелию Тациту. В своих анналах в книге 15, в параграфе 44, он пишет следующее. Но вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понти Пилат. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме. Совершенно определенно, что этот римский историк не симпатизирует христианам. Но, тем не менее, будучи историком, он говорит о событиях, имевших место. Он рассказывает, откуда христиане появились. И он называет три исторических личности. Он называет самого Иисуса Христа, он называет Тиберия, он называет Понти Пилата, и он говорит о событиях, происшедших, что Пилат его, Иисуса Христа, казнил. Если вот мы вернемся теперь к Евангелию от Луки, к третьей главе, к прочитанным стихам, то мы в действительности находим здесь упоминание Понтия Пилата. Написано, в 15-й же год правления Тиберия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее. В отношении Ирода никто вопросов, в принципе, не задает, потому что его имя утверждено во многих исторических данных. И это снова согласуется с текстом Священного Писания. Помимо указанного материала по этой третьей главе Евангелия от Луки, вот что интересно еще добавить. Во втором стихе упоминается следующее. «При первосвященниках Анне и Каиафе». Вот когда все это происходило, 21 стих говорит, «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо и так далее». То есть Иисус Христос совершал свое служение при упомянутых римских правителях и упомянутых иудейских первосвященниках Анна и Каиафа. Давайте посмотрим на следующий слайд. На экране вы видите то, что называется ассуарий. Ассуарий – это погребальный сосуд с останками. Я цитирую по книге Сергея Лукацкого «Самый громкий процесс нашей эры», книга, изданная в 2017 году. Эти данные можно найти в целом ряде других источниках. Так вот, этот исследователь пишет, «В 1990 году на раскопках скальной гробницы Иродианского периода, в двух километрах от Древнего Иерусалима, в долине Хеном, археолог Цви Гринхут нашел семейный ассуарий, погребальный сосуд с останками, с арамейской надписью «Иосиф, сын Каиафы». На другом ассуарии, дальше пишет исследователь, было написано просто Каиафа. Эта находка сегодня доступна для любых исследователей. Сами останки были перезахоронены на Масличной горе. И сегодня у тех, кто читает и исследует Священное Писание, есть еще одно яркое свидетельство о том, что человек по имени Каиафа в действительности был исторической личностью, как и указано в Священном Писании, и занимал соответствующую первосвященническую должность. Последний вопрос в нашем уроке сегодня – это вопрос влияния Библии на историю. В послании к римлянам в первой главе, в первых пяти стихах говорится следующее. Римлянам первая глава, первые пять стихов. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в Святых Писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Здесь указана задача, которую видел перед собой апостол Павел, и это же и задача христианской церкви в целом, а именно покорять вере все народы. Вера в данном контексте – это то, во что верят, это некое содержание, это какой-то набор истин, это вероучение, покорять вере все народы, то есть по всей земле распространить Божью истину. И вот, когда мы задаем вопрос о содержании этой веры, это указано в тексте так, второй стих говорит в Святых Писаниях, то есть то, что Бог через Своих пророков в Святых Писаниях предсказал, то, что исполнилось в реальности в первом веке нашей эры, вот теперь сказано – это нужно распространить и покорить вере все народы. Так и произошло. В истории библейский текст был переведен на самые разные языки и оказал влияние на процесс формирования истории. В Священном Писании есть сила, которая изменяет людей, с ним соприкасающихся. И вот я хотел бы предложить вам одно известное высказывание. В завершении этого урока оно принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину «Есть книга, писал он, кое и каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которое не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов». Это небольшое высказывание очень емко передает силу влияния, силу воздействия Библии на историю нашей земли. Восприняв божественное откровение и избрав его для себя в качестве мерила, пусть даже и не на все сто процентов, подавляющее число людей в исторической перспективе, подавляющее число народов, они стали практиковать в жизни эти великие принципы, начали стараться жить по ним. И вследствие делаемых выборов, принимаемых решений на базе Священного Писания, исторический процесс пошел совершенно по-другому. Итак, наш урок сегодня – Библия как история. Открывайте древние страницы. Мы можем быть абсолютно уверены в том, что читаемое нами есть факт, есть реальность. И многое из библейского текста уже сегодня подтверждено независимыми источниками. На тему о библейской археологии и о сравнении Библии с историческими данными можно было бы говорить целый квартал. Настолько много информации накопилось за последние века. Главное же, конечно, в том, что Священное Писание продолжает оказывать свое влияние. Желаю, чтобы Слово Божье, оно выдворилось в ваше мировоззрение и в вашей жизни и помогало вам идти Божьим путем, для того, чтобы история продолжала двигаться в заданном направлении согласно воле Божьей. До встречи в следующий раз.